Недавно смотрел по одному из каналах фильм. Ну там знаменитая личность приезжает в далекое место России и рассказывает о том, как живут местные жители. Это была редкая народность, которых на земле осталось всего около 300 человек. И вот быт, то, как сейчас живут эти люди, было показано зрителям. Ну, я не хочу пересказывать сам фильм, но там был один интересный момент. Ведущему программы молодая девушка показывала свои творческие изделия, сувениры. И там была одна картина, выполненная из рыбьей чешуи, из рыбьей кожи. Ее показывали на экране совсем недолго, несколько секунд. Но уже по этой работе я увидел, что картина очень талантливая, самобытная. Понятно, что если мы говорим о живописи, мы можем открыть интернет и срисовать, чуть-чуть изменив любую картину, выдав ее потом за свою. Ну, вот в данный момент я пишу картину с фотографией. Там же было точно понятно, что это самостоятельная работа, выполненная на очень высоком уровне. А самое, о чем я еще раз хочу повторить, самобытная, почерк художника уже находится в руках этого человека. При этом сама девушка работает, ну, она приехала в свое поселение на летние каникулы, а она учится, живет и работает совсем в другом месте. При этом она не собирается свою жизнь посвящать творчеству. И мне интересно, сколько из нас мучается, изобретает свой личный почерк, старается отличаться. А здесь человеку все дано, преподнесено на блюдечке. Он это пользует в своих изделиях, но при этом не желает становиться на творческую стезю. И даже, наверное, сам толком не понимает ценности того сокровища, которое находится у него в руках. А в чем ценность этого сокровища? Даже не в том, что такие изделия могут хорошо продаваться, а в том, что это как голос, который тебе дан, как еще какая-то особенность, которая тебя отличает от большой массы людей. Люди же стремятся к индивидуальности, а здесь тебе все дано, можно сказать, от рождения. И ты просто берешь это и воплощаешь в жизнь, используешь по своему усмотрению. Для чего этот пример? А для того, что как интересно распределяется талант среди людей. В каком-то маленьком поселке может родиться вот такой алмаз, который будет обладать невероятным талантом. Может быть, когда-то она даже в рамках своего вуза продемонстрирует свои изделия, выставит их на какую-то выставку, появится человек, который увидит эти изделия. Кстати, очень интересный момент, что ей не нужно учиться. Я уже приводил этот пример, когда один из недалеко проживающих от нашего города рельщиков по дереву поехал в один из столичных городов поступать учиться, и ему сказали «Поезжай домой, занимайся своим делом, тебе учиться не надо, здесь тебя испортят». Вот эта самобытность, которая уже дана человеку, находится в его руках, оказывается, может образованием быть даже несколько испорчена. Но это не значит, что данный талант не должен подвергаться какой-то огранке, продюсированию, выведению на зрителя. Мне просто даже, ну так, просто по-художественному, а может быть даже от некоторой зависти, жалко этого человека, что она опять показала эти изделия ведущему программу, опять в свою сумочку, в сундучок или в коробочку все сложит и опять задвинет на дальнюю полку. И никто этой красоты не увидит. Для чего еще нужна огранка, для чего нужна огранка таланта? Даже само использование материалов может быть таким несколько бытовым. То есть ты берешь для работы не хорошую бумагу, а кусок какого-нибудь упаковочного картона. А если взять более качественный материал, то изделие из кустарного превратится в более художественное. Вы скажете, ну эти изделия тем и хороши, что они кустарные и сделаны, ну так сказать, образно выразиться, на коленке. Да, я с этим тоже согласен, но все-таки даже резчик тот же по дереву, он не из каждого пня начинает резать изделие. Там он знает, что там кедр более податлив, а его более сложно достать, по-другому нужно сушить. Если есть сучок, доски нужно склеивать, чтобы избежать потом растрескивания в этих местах. То есть все равно мастер свой материал готовит, а глина 5 лет выдержанная в темном помещении, желательно в подвале, во влажном подвале, просто она должна там полежать 5 лет. Тогда глина приобретает свои наилучшие свойства. И об этом нужно знать даже народному мастеру, который работает просто для души, и может быть лишь чуть-чуть для ярмарок, где можно продать свои изделия. Здесь есть еще одна дилемма. Вот представьте, талантливый композитор пишет, ну может быть не симфонии, а какие-то популярные песни. Он играет их вам на инструменте, вам очень нравится, и вы говорите, ну этому надо жизнь дать, давай на радио иди, отнеси, покажи кому-нибудь свои произведения. Он показывает, а на радио говорит, не формат, мы такое, сейчас это не модно. Идет на другое радио, и там продюсеры отвечают примерно то же самое. Какой-то композитор может отметить, что да, по гармонии, по тому, как составлена песня, по мелодике, все очень замечательно. Но я, лично я вам ничем помочь не могу, идите, продвигайте свой талант самостоятельно. И вот человек мечется, и его талант становится неким проклятием. Не писать очень сложно, потому что талантливые люди могут даже слышать мелодии, и они мешают им жить, пока не воплотится, пока не запишется на лист бумаги, на нотный стам. Записал, но никак не может найти востребованностей. И только заказные песни для местной пожарной команды, гимн пожарников, гимн налоговой инспекции у него были куплены и оплачены. Пробиться для того, чтобы написать музыку к фильму, очень сложно, проживая в небольшом городе. Куда-то пишет, куда-то отправляет, значит, не дай бог, мелодию украдут. Или лучше, как эта девушка, иметь талант, но при этом относиться к нему спокойно, по-бытовому. Ну, захочу, сяду, рукоделием позанимаюсь, как учила меня моя бабушка, сделаю еще одну картину из рыбьей кожи, она будет с другим сюжетом, ставлю в раму, повежу себе на стену. Если друзья спросят, скажут, да, это я делала сама. И в этом случае ее талант не является проклятием, она творит от души для себя, для близких людей. Ведь ее бабушка, создавая такие изделия, не отправляла их в город-миллионник для продажи. Она тоже делала их для украшения своего жилья, для того, чтобы проводить долгие земли, вечера. И учила рукоделию своих детей. Рукоделие развивает не только образное мышление, но и мелкую моторику у детей. Ребенок, научившийся совладать с какими-то мелкими элементами аппликации, потом хорошо может шить ткань ниткой и иголкой, потому что развивается мелкая моторика, которая вообще мозг развивает. Соответственно, не будем повторяться о пользе творчества. Вы уже или знаете, или это нужно говорить в отдельном каком-то большом видео, потому что параметров полезных для творческого человека очень много. Я когда в Санкт-Петербурге зашел в антикварную лавку, увидел там картину. Мне показалось, что написано не хуже, чем Айвазовский. А фамилия художника совершенно неизвестная. Вполне возможно, это не житель Санкт-Петербурга, картина просто привезена откуда-то для продажи. Соответственно, сколько имен художников, талантливых, мы не знаем. Сколько на периферии песен написано, которых мы никогда не услышим. Справедливо ли это? Как талантам достучаться до большой общественности? Тем более сейчас в информационном поле есть некое преобладание даже не совсем качественной информации. Почему она такая липкая? Тоже еще отдельный вопрос для исследования. Почему? Ну, я сам замечал, что сейчас включаешь какой-то фильм, и если там на пятой минуте не понимаешь, в чем, куда будет развиваться сюжет, не то, что нужно понимание, что убийца – садовник, а пытаешься по каким-то параметрам вычислить, а тебе этот фильм нравится, стоит ли дальше смотреть. Да, да, человек экономит свое время. И вот мне предлагают художественное произведение, кинофильм, и я не готов тратить на него время, если фильм мне не нравится. И скорее всего были те киноленты, которые я выключил, но потом друг настаивал, да ты что, это же прекрасная лента, ее обязательно нужно посмотреть. И ты включаешь второй раз, уже отложив все дела, смотришь и проникаешься идеей фильма, и он тебе действительно нравится, и ты там мысленно еще раз возвращаешься к этому произведению. Нам всем очень трудно остановиться, оценить, насколько талантлив человек со своим творческим изделием, воплощением или еще чем-то, что он сделал благодаря своему интеллектуальному труду. И за счет того, что процесс жизни имеет некоторое ускорение, сами продюсеры и режиссеры полностью не вкладываются в свои произведения. Вы обращаете внимание и на качество современное кинематографа, и уровень жизни в России заставляет нас входить в магазины, где мы ищем не самые дорогие вещи, а соответственно их качество, ну как-то должно нас устраивать, конечно, у нас никому не понравится, если туфли разваливаются на следующий день. Но, как мы говорим, сезон, два сезона отходил, это уже удача для какого-то изделия. И вот смотришь в большом магазине на товары, и они все такого усредненного качества, кинофильмы усредненного качества, и как в этом потоке информации и жизни ты сам относишься к своим картинам, сам создаешь художественные произведения. Ну вот, например, то, что вы видите сейчас, это быстрый графический рисунок, как раз и рассчитанный на разминку, на простого зрителя, на быстрое воплощение. Но вот сейчас я как раз задумался над тем, чтобы создать более длительные работы, над которыми можно поразмыслить. Боюсь ли я того, что их зритель не оценит, и это как бы выстрел куда-то в небо, в пустую. Ты просто так потратил время, а это никому не нужно. Да нет. Вот как раз находясь в этом потоке, есть желание остановиться и для себя сделать что-то более стоящее. Я обращал внимание, что есть картины, за которые я сам себя уважаю. Я даже до конца еще не проанализировал этот момент, почему именно. Но, скорее всего, вот за подход. Хотя вот есть у меня сейчас вот стоит картина, я на нее смотрю, такой автомобиль я пытался нарисовать в реалистичном стиле. Получилось, но мне картина не нравится, хотя потратил много времени. Нет, здесь есть какие-то еще моменты, которые предстоит проанализировать. Ну вот я решил для себя, что помимо быстрых работ обязательно нужно делать картины, которые хочется продумать. Это не значит, что они будут наполнены какой-то глубокой философией. Просто уделить внимание деталям, продумать изначально произведение. Не спонтанно писать даже какой-то элемент стены, а ты пишешь его не опираясь не на свою практику и опыт, а пишешь так, как ты только что или до этого за день продумал, как будет выглядеть эта стена, как ты хочешь ее воплотить в этой картине. И так в этой работе же очень большое количество, не в этой конкретной, которую вы видите на экране, а вообще в картине же много, очень разных моментов, деталей, и над всеми ты заранее подумал, то есть продуманное произведение. Его и легче писать, интереснее писать, а соответственно и результат чаще всего получается неплохой, интересный, хотя бы тебе самому. То, за что ты сам себя уважаешь. Вот такой разговор у нас сегодня получился. Друзья, практиков я предложаю в свой блог, где буквально вчера выложил новый урок в ветку живопись на текстурной поверхности. Всего этот раздел будет содержать 5 основных уроков и большое количество вспомогательных, там где я говорю, как зафактурить холст, как нанести фактуру на ДВП, холст на картоне, каждому этому вопросу посвящено отдельное видео и плюс 5 основных уроков, которые в разных видах показывают, как работать на текстурной поверхности, зачем это нужно и какой результат вы получаете. Это не философские уроки с размышлением, а именно обучающие, где в пошаговом режиме с объяснениями всех своих действий я провожу урок. подписка практик стоит 299 рублей в месяц, отписаться можно в любой момент. Если вы, например, уезжаете в отпуск, можно отписаться, а через какое-то время вновь оформить подписку и пройти эти уроки и все другие, которые подразумевает подписка, практик и Лига Мастеров. Это уже следующий уровень с более сложными уроками и с более эксклюзивными идеями, которыми я делюсь со своими подписчиками. Добро пожаловать! Ссылка в описании. А сегодня на этом мы завершим наше видео. До свидания! Всего вам самого доброго! Субтитры сделал DimaTorzok